Каждый третий житель Демократической Республики Конго остро голодает. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН. «Масштабы острого голода в Демократической Республике Конго ошеломляют. Всемирная продовольственная программа ООН призывает безотлагательному вмешательству, чтобы поддержать миллионы людей». Выступая в штаб-квартире ООН в Женеве, представитель организации призвал международных доноров в срочном порядке жертвовать деньги. «Чтобы не позволить миллионам людей из группы риска ещё больше голодать, Всемирной продовольственной программе на 2021 год нужно 662 миллиона долларов. Если доноры не сделают шаг вперёд, то неизбежны большие перерывы в доставках продовольственной и другой помощи этим нуждающимся людям». По данным ООН, в настоящее время число остро голодающих в Деер Конго достигло рекордного уровня и составляет 27 миллионов 300 тысяч человек. Это больше всего в мире для отдельно взятой страны. Основной причиной называют разразившийся там военный конфликт. Больше всего пострадали восточные провинции Итури, Северная и Южная Киву и Танганика, а также центральный регион Касае. Китай снова демонстрирует свою военную силу Тайваню. Так в среду его истребители пролетели в зоне противовоздушной обороны острова. Министр иностранных дел частично признанного государства сказал, что в случае войны Тайвань будет сражаться до конца. Пекин считает демократический остров своей мятежной провинцией. В последние месяцы он усиливал свою военную активность возле него. В понедельник Китай заявил, что группа авианосцев проводит учения возле Тайваня, в то время как ВМС США сообщили, что в среду они провели дежурный транзит через тайваньский пролив. Между тем спикер Госдепартамента США назвал отношения Вашингтона с Тайванем твердыми, как скала. «Мы с большой озабоченностью смотрим на действия КНР и попытки запугивания в регионе, в том числе в отношении Тайваня. В рамках давней политики США, отраженной в законе об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты по-прежнему готовы противостоять любому применению силы, которая может поставить под угрозу безопасность или социальную и экономическую систему Тайваня». Вашингтон – главный международный союзник Тайваня и поставщик вооружения. Он помогал острову модернизировать его армию, чтобы в случае атаки Китая дать достойный отпор. Китай же утверждает, что предпринимает действия в отношении Тайваня, чтобы защитить свой суверенитет. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Фу сказал, что его страна намерена усовершенствовать свои военные возможности и больше тратить на оборону. Позже в этом месяце он намерен провести военные учения. Власти Венгрии начали смягчать карантинные меры. Снова открылись магазины с некритически важными товарами, а также парикмахерские и другие предприятия сферы услуг. Рестораны и кафе могут продавать еду только на вынос или осуществлять доставку. Отелям разрешили принимать тех, кто находится в деловой поездке. Комендантский час теперь начинается на два часа позже, с десяти часов вечера. Послабление сделали после того, как от COVID-19 вакцинировалось четверть десятимиллионного населения Венгрии. «Мы достигли важной вехи. Привито два с половиной миллиона наших соотечественников. Мы уже год живём в условиях, напоминающих военное время. С карантинными ограничениями, комендантским часом и личными потерями. Вирус ведёт против нас войну, и победить его может только вакцина. За один месяц мы увеличили число вакцинированных в два с половиной раза». Между тем, в Венгрии, по данным, на 7 апреля за сутки от коронавируса умерло 311 человек. Для страны это антирекорд. Университет Джона Хопкинса сообщил, что в Венгрии последние несколько недель регистрировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения. Представители венгерской системы здравоохранения считают, что ослаблять карантинные меры начали рано. Ограничения нужно снимать, когда закончится третья волна эпидемии. Однако венгерские предприниматели рады снова работать. «Мы страдаем уже полтора года. Если к лету удастся всех привить, то ситуация исправится». Школы планируют открыть 19 апреля. К этому времени всех учителей вакцинируют. В Венгрии всего выявлено почти 700 тысяч случаев COVID-19. Скончались более 22 тысяч человек. При этом в больницах ещё лечатся 12 тысяч пациентов. Более 1400 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Европейское агентство лекарственных средств объявило, что обнаружило возможную связь между вакциной от коронавируса Астрозеника и сообщениями об очень редких случаях тромбоза мозга у пациентов, которым сделали прививку. «Агентство после очень тщательного анализа пришло к выводу, что случай образования тромбов после вакцинации препаратом Астрозеника можно признать возможными побочными эффектами вакцины». При этом ведомства вместе со Всемирной организацией здравоохранения также объявили, что польза от препарата намного превышает незначительные риски. Так, эксперты отмечают, что вероятность тромбоза намного ниже, чем опасность заразиться COVID. Также, по их словам, тромбоз является побочным эффектом и других препаратов, например, противозачаточных таблеток. Впрочем, ВВД агентства неизбежно принесут Астрозеника убытки. Её препарат в настоящее время самый дешёвый и широко используемый. Его продают всего по несколько долларов за дозу. Так, профильный орган в Великобритании посоветовал не делать прививку препаратом Астрозеника лицам младше 30 лет. Как выяснилось, чаще всего тромбы возникают у лиц младше 60 лет, а также у женщин. «Мы не советуем прекращать вакцинацию в любой возрастной группе. Мы рекомендуем отдавать предпочтение одной вакцине перед другой для определённой возрастной группы. Мы это делаем из крайней осторожности, а не потому, что у нас есть какие-либо серьёзные опасения». При этом европейский регулятор пока отмечает, что не нашёл связи между полом и возрастом пациентов и побочными эффектами. Тем временем Министерство здравоохранения Испании объявило, что прививки Астрозеника будут делать только людям в возрасте от 60 до 65. В стране тромбоз мозга случился у 12 пациентов из миллиона 700 тысяч привитых. Почти все пострадавшие женщины до 55 лет. В целом по ЕС выявили 169 случаев тромбоза на 34 миллиона человек, которым сделали прививку. Международный валютный фонд снова улучшил прогноз роста мировой экономики. Теперь он предсказывает, что в этом году глобальный ВВП увеличится на 6%. Такого уровня не видели с 70-х годов прошлого века. Три месяца назад прогноз составлял 5,5%. При этом показатели на 2020 год также скорректировали. Так, МВФ сообщает, что в прошлом году, который почти полностью прошёл в условиях пандемии, спад составил 3,3%. Это на 0,2 меньше, чем считалось в январе. Как говорят в МВФ, такие положительные тенденции наметились благодаря хорошему положению в американской экономике. Для других развитых государств, таких как Германия, Франция и Япония, прогнозы с января практически не изменились. «Мы видим в мире очень разную скорость восстановления. То есть, страны находятся в разных стадиях в плане пандемии и сроков восстановления до уровня ВВП, который был до прихода COVID». Отдельно для развитых экономик прогноз улучшился с 4,3% до 5,1%. Что касается развивающихся, то здесь ожидания ниже. Прогноз изменился с 6,3% до 6,7%. На 2022 год, по данным МВФ, для развивающихся рынков прогноз остался неизменным на уровне 5%. А вот для стран с развитой экономикой, следующий год, как ожидается, будет более успешным. Рост будет на уровне 5,1%. Это намного больше предыдущего прогноза – в 3,6%. Производители знаменитого сыра халуми на Кипре могут вздохнуть с облегчением. Теперь продавать этот упругий и слегка солоноватый молочный продукт в ЕС будут только они. Страна зарегистрировала халуми в Евросоюзе в качестве торговой марки, подтвердив своё исключительное право на этот сыр. Как считает производитель халуми Георгий Петру, статус в ЕС подтвердил, что этот сыр изобрели именно на Кипре. До сих пор точно не установили место происхождения этого продукта. На Кипре считают, что его начали производить там ещё в 1500 году. «К сожалению, в последние годы многие страны пытались копировать нас. Регистрация очень поможет. Так другие страны не будут производить халуми или что-то подобное и вводить покупателей в заблуждение». Петру начал заниматься производством в 1982 году, используя 250 литров молока в день. Теперь 220 работников предприятия ежедневно обрабатывают 250 тонн молока, поставляя сыр в 40 стран мира. В целом сыр халуми для Кипра – вторая по объёмам статья экспорта после фармацевтических препаратов. Последние пять лет эта индустрия ежегодно увеличивалась на 20%. Главной преградой для регистрации торговой марки оставались различия в рецептах. Халуми производят из нескольких видов молока – козьего, овечьего и коровьего. Разница в пропорциях была очень большой. Стандарт обещают утвердить до 2024 года. Благодаря особенностям производства, температура плавления халуми выше, чем других сыров. То есть, его можно жарить и запекать на гриле. Это так называемый «умирающий город Италии». Живописная Чивити Дибаньяраджа уже 3000 лет. Но она очень нестабильна и в любой момент может обрушиться. Из-за эрозии, землетрясений и оползней площадь города сократилась на две трети от первоначальной. Процесс постепенный, но неумолимый. Края горы постоянно обваливаются. «Наш девиз – стойкость. Потому что Чивита была основана этрусками, прошла через римскую эпоху и весь средневековый период, чтобы дойти до наших дней. Она такая хрупкая из-за состава почвы. Это глина и туф. И она подвержена атмосферным воздействиям, дождям и ветрам, которые полностью изменили её внешний вид». Город около 150 метров в длину и примерно 90 в ширину. Добраться до него можно только по пешеходному мосту. И его жители действительно прилагают все силы, чтобы сохранить этот памятник истории. По его периметру они выкопали семь колодцев, через которые проложили сотни стальных стержней. Они удерживают края горы от разрушения. Геолог Лука Константин говорит, что если бы этого не сделали, то сегодня города уже не было бы. «Это сердце нашей конструкции. Это сердце Чивиты. Как видите, здесь повсюду трещины в камне, поскольку горная порода трескается по краям города. Вся эта порода в трещинах и удерживается благодаря этим колодцам с остальными стержнями». Главная статья дохода города-туризм. В 2009 году Чивиту посетила около 40 тысяч гостей, а к 2019 году эта цифра возросла до миллиона. Вход в город, к примеру, стоит 5 евро. Собранные средства направляют на поддержание системы мониторинга за стабильностью города. Они также позволяют жителям не платить городские налоги. Конечно, прошедший год карантина и международных запретов на поездки был непростым. Но город по-прежнему могли посещать итальянцы. Есть ещё один повод для надежды. Чивита Дибанья Реджа и окружающая её долина могут быть внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получение такого статуса, вероятно, привлечёт международное внимание, а также ещё больше туристов. Морской парк Великобритании вскоре пополнится первым пассажирским катером с электродвигателем. Судно под названием E-Voyager тщательно испытывали почти полгода, и оно уже готово перевозить людей через пролив рядом с городом Плимут. «Время пришло. Нужно отойти от дизельных двигателей по причинам, известным всем. Эти моторы загрязняют природу, а я хочу вести бизнес, не вредя экологии». В катере заменили дизельный двигатель на электрический. Полностью зарядить батареи можно за три часа. «Мы все учимся. Модернизация транспорта – это нормально. Но проблема в том, чтобы приспособить такой катер к использованию на море. Это довольно сложно. Судно окружает солёный воздух, морская вода, и оно весь день подпрыгивает на волнах». По мнению владельца компании, электрические катера понравятся пассажирам, поскольку работают бесшумно. Кроме того, морской парк Великобритании, возможно, ждёт тот же сценарий, что и автомобильную отрасль. К 2030 году в стране запретят продавать машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Правительство может применить такие меры и к водному транспорту. «Во многих отраслях почувствуют, что товар меньше востребован, а затраты растут. И тогда в следующие 10 лет они будут переходить на экологически чистые двигатели». Катер и «Вояджер» вмещают 12 пассажиров. Компания уже модернизирует и более крупное судно, которое сможет перевозить до 150 человек. Его двигатели будут работать без подзарядки 14 часов.